Всех еще раз приветствую по источникам финансирования того процесса и того правильного цикла, который коллеги описывают, разбил примерно на три стадии. Первые две представляют собой подготовку концепции проектирования, исследования, мастер-план, анализ, визуализация, подготовка исходных данных для проектирования, разработка самой проектно-сметной документации на инфраструктуру, то есть вот эти самые проектно-искательские работы, описание социальных проектов, муниципальных инициатив, заявки, допустим, может быть на грантовые средства или на целевые бюджетные средства, которые могут быть на данном этапе сделаны. Вторая часть – это, собственно говоря, сама стройка, инфраструктура, все коммуникации, вся сетевая вот эта дорожная велоинфраструктура, тротуары, заезды, съезды, дороги, парковки, разметка, навигация. И третий, скажем так, этап – то, о чем больше всего говорили сегодня Раис и Ильдус, да, собственно говоря, привитие и развитие велокультуры и транспортной культуры населения. Первая часть, ну, я так, наверное, скажу, забегая вперед, второй раздел, собственно говоря, на проведение самих работ, может быть, от этапа экспертизы проектно-сметной документации до завершения строительно-монтажных работ, да, самой стройки, сдачи воду в эксплуатацию, есть много программ федеральных. И когда я тоже слушал коллег о том, как в хорошем смысле чиновничий футбол происходит, ребята, у вас там экология, да, у вас там снижение выбросов, вам экология, а у вас там это же транспорт, да, вам Минтранспорт, да, а это у вас велосипед для кого? Для граждан, ну, тогда в муниципалитет. Если для туризма, это вам Минтуризм или Ростуризм или что-нибудь в этом роде, Минэкономразвитие, вот, а если это у вас стройка, то вам в Министерство ЖКХ. То есть вот такой вот российский чиновничий футбол, он, с одной стороны, как бы печален, да, то есть межведомственное взаимодействие в таких комплексных проектах бывает не всегда, да. С другой стороны, мы видим другую сторону российских государственных программ. Каждая из министерств и фактически рождает какую-то свою программу и выпрашивает у председателя правительства бюджет. Минэкономразвитие выпрашивает бюджет на всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», в которой, к счастью, есть номинации по строительству дорожной инфраструктуры, да, и можно зашить туда велотранспортную инфраструктуру. Министерство ЖКХ занимается комфортной городской средой, скажем, муниципальными инициативами, общественными пространствами, да, в какой-то степени. У них есть свои программы, свои бюджеты. Можно по принципу «Ласковый теленок сосет двух маток», да, то есть можно вот эти два министерства покачать с точки зрения заявок. Тем более Татарстан не новичок. Девятый раз, по моей информации, районы, муниципалитеты Республики Татарстан участвуют в федеральных конкурсах, да, и в формировании комфортной городской среды, и конкурс «Мало городов», и конкурс «Лучше муниципальная практика», да, вот. К тому же в 2019 году у нас появилось много национальных проектов. Один из них – «Безопасные качественные дороги», в нем есть, собственно говоря, транспортная инфраструктура, там в нем есть безопасность дорожного движения, гармоничное сочетание движения пешеходов, людей на средствах индивидуальной мобильности, на автотранспорте, да, то есть все это можно взаимо увязать, обосновать и получить соответственный бюджет на это все. Вот, поэтому, говорит, Татарстан часто участвует в таких конкурсах, слава богу, является номинантом из года в год, какие-нибудь несколько районов наши татарстанские получают бюджеты на это все, делают инфраструктуру, благоустройство, кто-то набережные, кто-то дороги, кто-то комплексную застройку, кто-то велодорожки, да. Вот, соответственно, на стройку деньги найти можно, скажем так, курс финансового бюджета на предпроектную работу, от начала проектирования, социологические исследования, анализ эффектов, сами проекты, да, чаще всего ложится либо на меценатов, спонсоров их частных инвесторов района, либо на муниципалитет, либо в складчину, как говорится, да, вот, потому что в государственных программах редко бывают такие статьи, затрат на мастер-планирование, да, но иногда что-то получается получить, удается получить из регионального бюджета, несколько районов получали на мастер-план, на разработку ПСД, такие вещи практикуются, это не редкость. Ну и, собственно говоря, это самые, наверное, денежно-весомые два, вот эти две стадии, да, подготовить проект, сделать проект и реализовать проект, вплоть до запуска в эксплуатацию дорог, по деньгам весомые, по трудостратам тоже. Вот третий раздел, он может быть не такой дорогой по деньгам, с точки зрения привития велокультуры, но зато довольно такой трудоемкий в плане воспитания населения, воспитания подрастающего поколения, привития молодежи культуры, да, то есть воспитание людей более старшего возраста, привития ПДД, потому что, ну, русский принцип нельзя, но если хочется, то можно. В данном случае, конечно, тоже работать в противодействии в внедрении велокультуры. Вот, там, соответственно, есть социальные проекты, есть гранты на социальные проекты, можно получать на некоммерческие организации, на физических лиц, на бизнес-структуры, разные гранты. Если мы говорим про бизнесовую часть велокультуры, прокаты, там, я не знаю, станции, техобслуживание, может быть, в какой-то степени даже, когда-то появятся, может быть, эти платные парковки, да, пока, слава богу, можно прицепить замочком, тросиком к инфраструктуре, да, то есть к какому-то вбитому в землю парковочному сооружению, да, или к столбу свой велосипед, вот, со временем, может быть, появятся и какие-то защитные, да, вещи. Вот, соответственно, для бизнеса, для связки велотранспорта и велоинфраструктуры с туризмом есть грантовые деньги Минэкономразвития на дорожную, можно следующий слайд, там, по-моему, как раз у меня через один слайд и было, а, нет, да, ладно, в этой презентации нет. В общем, Минэкономразвитие, Ростуризм тоже и предпринимательские инициативы тоже сфинансируют. Я думаю, что кто из собравшихся нас знает, мы специализируемся как раз на подобных заявках, на документации, на оценке эффектов, бюджетных эффектов, социально-экономических эффектов, да, обосновываем на муниципальном, региональном и федеральном уровне, помогаем защищать федеральные деньги. Арск тоже хорошо нас знает, мы прошли хороший путь по получению подготовки заявок на федеральный уровень, по которым в итоге получились республиканские деньги на промышленный парк Арск, много других инициатив. У меня благодарственное письмо за подпись у Калимулина стоит от Арского района, поэтому, я думаю, коллеги, кто не знает, мы познакомимся в процессе работы, кто знает, всех рад приветствовать. Спасибо за ваше внимание, рад выступить перед аудиторией, благодарю организаторов, что пригласили, благодарю муниципалитет, рад буду помочь в решении наших совместных вопросов. Успехов, всем доброго дня. Спасибо. Спасибо.